Каждый стрим ко мне приходит человек пять-шесть с вопросами типа Почему греется сатсума? Почему кипит сатсума? Почему сатсума плюется? И как вообще настроить этот чертов карбюратор? Как я уже говорил в гайде по поломкам, если вы его не смотрели, то рекомендую посмотреть Перегрев может быть вызван разными причинами Самая простая из нее обрыв, либо неправильное натяжение ремня Обрыв можно визуально оценить, а по правильному натяжению ремня у меня было в гайде Но если коротко говорить, то мы скручиваем генератор в крайнее положение правое И потом два движения на себя делаем, после чего его фиксируем Это правильное натяжение ремня Также часто перегрев связан с поломкой водяной помпы Помпа находится под этим шкивом, шкив откручиваем, снимаем ремень Предварительно откручиваем шкив, ну и вообще это такой узел, который живет недолго Ну а также очень важно следить за уровнем охлаждающей жидкости в радиаторе Потому что ее недостаток также может вызывать перегрев Главное откручивайте пробку на холодную, то есть не просто на заглушенном двигателе А тогда, когда у вас машина еще и остынет В противном случае можно просто ослепить Если под рукой охлаждайки не оказалось, природа приходит на помощь Это не просто отвратительно, это мерзко Но все же основная проблема перегрева кроется вот в этих вот парнях Это карбюраторы В игре их три, стоковый, сдвоенный и гоночный Все три карбюратора настраиваются абсолютно одинаково С той лишь разницей, что у вот этих двух один регулировочный винт, а у этого четыре И все те действия, которые вы выполняете с одним винтом здесь и здесь Нужно произвести с четырьмя винтами здесь То есть все четыре винта настраиваются одинаково Это ключевой момент Гайд по настройке карбюратора у меня, конечно, на канале уже был Но проблема в том, что информация в нем на данный момент не актуальна Давайте какой-нибудь карбюратор, например, вот этот установим сейчас на скорую руку И на нем попробуем настроиться Находим регулировочный винт У сдвоенного карбюратора он вот здесь находится И теперь нам нужно сделать сорок четыре скролла колеса мышки от себя От себя, то есть в сторону монитора крутим колесо мышки Делаем сорок четыре щелка Ой, когда все это кончится? Никогда! Сорок четыре раза сделали Вот это момент важный, потому что очень часто люди ко мне также приходят с вопросом А как сбросить карб в заводские настройки? Я типа настраивал, допустил ошибку, обсчитался, перепутал Как мне теперь сбросить в заводские, чтобы опять начать настраивать по гайду? Ребята, по гайду, по вот этому данному конкретному гайду Можно начинать настраивать с любого начального положения винта Потому что вот эти вот сорок четыре оборота от себя Гарантированно сбрасывают его в нулевое положение То именно для этого и делается сперва сорок четыре поворота от себя Чтобы сбросить карб как раз таки в нулевое положение Теперь, после того, как мы это сделали Нам нужно 22 раза сделать то же самое, но уже на себя 22 скролла на себя Я устал, босс Сделали Заводим И как видите, я газую Даже стоя на месте, на нейтралке Сейчас стрелочка поднимется до середины И все И у нас перегрева никакого не возникает Базовая настройка карбюратора произведена Чтобы провести более точную настройку Нам нужно будет приобрести вот этот вот замечательный приборчик Замечательный приборчик продается вот в этом замечательном каталоге И стоит 550 замечательных финских марок 550 марок это, друзья мои, копейки Вы выполните одно задание для Тейма по развозу листовок И у вас в кармане будет там 700 с чем-то марок Я сейчас уже не помню Короче, с запасом хватит Поэтому я рекомендую потратиться на приборчик сразу И не париться После того, как мы приборчик купили, установили До этого на машине уже можно, в принципе, ездить То есть она уже готова к тому, чтобы кататься Она не будет греться у вас Но лучше всего ее все-таки довести настройку до ума Поэтому берем с собой ключи Неважно, вот как у меня головки или обычные ключи Это не имеет значения Садимся за руль и едем Наша задача на третьей передаче Разогнаться где-то до скорости примерно 80 км в час Лучше всего, конечно, это делать на асфальте Потому что там безопасней Но можно и на грунтовке И мы видим, что прибор у нас Ну вот из-за того, что мне приходится притормаживать К сожалению, он точных показаний нам не выдает Сейчас прямая будет В районе 80, 90, 14,8 14,7, 14,8 Держат на прогретом двигателе Держится вот эта вот топливная смесь Датчик этот показывает топливную смесь То есть соотношение воздуха и бензина 14,7, 14,8 Это нормальная обычная штатная настройка То есть для повседневного использования Ну, в принципе, пойдет С этой настройкой у вас будет меньше изнашиваться детали двигателя И меньше расходоваться бензин Если вы хотите участвовать в гонках То, возможно, вас заинтересует боевая настройка карбюратора То есть смеси В этом случае останавливаемся Выходим из машины Открываем капот Достаем отвертку И крутим регулировочный винт Еще раз на себя несколько раз Ну, допустим, я поверну раз пять Скорее всего, будет мало Давайте-ка еще три раза Восемь раз поверну Давайте на асфальт выйдем Здесь поудобнее будет замереть 13,6 Недостаточно Боевая настройка с максимальной мощностью Ну, правда, это вызывает и максимальный расход топлива А также максимальный износ деталей Это у нас 13,1-13,5 13,6 это будет недостаточно Давайте еще три раза на себя Поехали проверять 13,1 держится Строго прям 13,0 13,1 Это боевая как раз настройка в максимальную мощь Когда мы отпускаем педаль газа Конечно, она немножко дергается Но это нормально 13,1 при выжимании прям педали Это максимальная мощь Мощь! Сила! Ярость! Конечно, есть еще способ настройки по цвету дыма Но, как вы видите, вот сейчас, например, дым белый Хотя настройки боевые То есть, по идее, как бы, вроде бы, не совсем правильно настроен карбюратор Но на самом деле прибор врать не будет Прибор нам показывает истинную правду Поэтому на цвет дыма я бы особо не ориентировался Тем более, что смесь всегда надо смотреть вот по факту Когда вы едете, а не когда вы стоите на месте Даже если вытянуть подсос Мы видим, количество оборотов прибавилось Дым стал более черным Владимир Николаевич, это оголделый расизм То есть, это сплошная путаница С цветом дыма Хотя, конечно, грубо настроить по цвету дыма Тоже вполне возможно Ну, я надеюсь, этот мини-гайд был вам полезен С вами был Луар Подписывайтесь на канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok